Всем привет, с вами Дэн и как видите у нас здесь что? У нас Spinnaker. Очень многие, кстати говоря, в России любят этот бренд, который уже, наверное, даже и не назовешь микробрендом, потому что существует давно модели огромное количество продажей по всему миру. Ну а сегодня особенная модель, лимиточка, редчайшая. Давайте скорее коробочку открывать. О, здесь много всего интересного, полезного. Лимитка. Метеорит. И здесь главное, знаете, что сказано? Здесь сказано, что нациферблат, да, сделан из метеорита, который называется Му-о, Ни-о, Нарста, обнаружен в Швеции в 1906 году, а прилетел на Землю где-то миллион лет назад. И вот такой вот артефакт может быть на вашем циферблате. А? О-о-о-о-о-о, вот это мощь! Он даже в коробку еле помещается. Ну прям настоящий такой метеорит. Давайте сейчас все лишнее уберем, чтобы мы уже смогли как-то приступить к извлечению этих мощных, брутальных и максимально мужских часов. Ну, лимитка она на то и лимитка, что должно быть что-то прям такое супермощное. Значит, давайте я сейчас это все распечатаю, и мы с вами продолжим знакомиться. Да, слушайте, но эффектно, конечно, это даже мягко сказано. Здесь просто брутальность и харизма вываливаются, наверное, через экран, и вот через это огромное купольное стекло, которое, как мне кажется, является еще таким вот увеличительным стеклом. Вот это да. Ну, на рынке, на самом деле, в последние годы явно не хватает крупных таких мускулиных, максимально больших часов, которые должны привлекать внимание. И Spinnaker, как мне кажется, вот этой линейкой, а эти часы называются Spinnaker Picard, и их много там версий, есть подороже, есть подешевле, ну, без метеорита, естественно, подешевле. А конкретно вот эта модель, эта лимитка, 50 всего штук, и на официальном сайте они уже закончились. Спасибо Best Watch, который дал мне эти часы для обзора. Лимитка, которую вообще фиг найдешь на самом деле, и фиг покажешь, и это очень интересно. Ну, потому что, слушайте, вот это, я люблю, когда вот приятные такие, знаете ли, искажения, стеклом, циферблата, меток, стрелок, циферблата. Ну, вот здесь это нечто особенное, это прям впечатляет. Вот ты видишь, как вот меняется все это восприятие. Прям хочется смотреть, да, как будто вода поглощает эти часы. Да, вот это уж лимитка так лимитка. Ну, давайте по порядку. Значит, водозащита 550 метров здесь, то есть уж дайвер такой уж дайвер. Но, честно скажу, если говорить про реальные погружения, да, водозащита здесь позволяет делать все, что угодно с этими часами. Но понимаете, что искажение вот таким стеклом, это дань, наверное, ролексам, омегам, которые погружались там, ну, в том числе на дно различных, на дно океана, впадин там и так далее. Понятное дело, что именно для прикладного значения, для прикладных операций, когда вы погружаетесь, например, с аквалангом, вы, конечно, будете плохо видеть показания здесь меток. Поэтому в данном случае это больше дань тем легендарным часам, первое, да. А второе, это, конечно же, произвести впечатление. И третье, это, конечно, дать вам вот это вот ощущение того, что у вас что-то прям невероятно на запястье. Эмоции. Ведь, по большому счету, часы это не предмет первой необходимости. Второе, третье, в принципе, у вас всегда с собой телефон, смартфон и так далее. А часы это, в первую очередь, эмоции, стиль и ваше восприятие. Поэтому здесь, конечно, с этим, я бы даже сказал, просто перебор. Но в этом и фишка этих часов. И это стекло сапфировое. Сапфир огроменный, большой. О, да. И циферблат с метеоритом, про который мы уже с вами коротенько поговорили. Соответственно, у каждого циферблата своя фактура, свой рисунок. Потому что, сами понимаете, вот эти пластинки метеорита нарезают, ну вот. И они неповторимы. Это, конечно, тоже плюс. У часов есть гелевый клапан, ну, 550 метров водозащиты. Так что, если что, если в батискафе будете погружаться и на верхнюю поверхность до батискафа эти часы прикрепите как-то, то, в принципе, все нормально будет. Вот. Суперлиминого на метках и стрелках. Сталь 316L здесь на браслете, на корпусе. Заявлен здесь японский механизм. Спиннекер почему-то в последние годы перестал, к сожалению, давать детализацию по механизмам. Ну, понятное дело, там либо сейка будет, либо миньота. Такие рабочие, неубиваемые лошадки. И, что касается цены, то 119 тысяч рублей. Опять же скажу, что часы с таким же дизайном, но без метеорита, можно, в принципе, присмотреть и подешевле. Ссылочку оставлю в описании к этому ролику. Так что, если что, посмотрите. Но мне не терпится их замерить. 44,7 на самом деле это не так уж и много. Это вполне себе дайверы. Даже я бы не сказал, что оверсайз. А вот, не, ну вы посмотрите. Мы сейчас все измерим. Так, со стеклом 21 практически. А по безелю 15,3. Да, вот это круто. Не, ну мне нравится. Я люблю, вот когда бывают вот такие вот оверсайзы. Значит, по браслету я здесь намерил 21. То есть, сторонний браслет поставить, ну, сторонний ремешок можно будет, но тяжеловатенько. Потому что все-таки размер не самый стандартный. От ушка до ушка 51,5. Но, в принципе, я не думаю, что вам потребуется сторонний какой-то ремешок. Потому что здесь браслет, вот на первый взгляд, ну, просто бомба. Высота звена 4,1. Даже страшно попробовать, сколько это по весу будет эти часы. Ну, кстати, на запястье они лежат неплохо. Они лежат приятно. На моем запястье 18,5, как видите, все удобно. То есть, удобное крепление первого звена, которое, да, вот, к корпусу. И здесь ничего не торчит, ничего не топорщится. Лежит аккуратно. Звенья здесь не самые длинные. Поэтому в плане посадочки-то, кстати, здесь все хорошо. Если нравятся тяжеленькие часы на запястье, хотя бы время от времени, то тут все хорошо. Про запас здесь где-то сантиметра 4 еще будет. То есть, в принципе, на запястье 22, может быть, даже 22,5. Они вполне себе сядут. Я, кстати, вижу их также, наверное, все-таки и на каком-нибудь интересном, брутальном ремешочке. Но это уже на ваш вкус. Есть дайверское расширение на браслете. Если что, да, на водолазный костюм можно их будет надеть. Браслет неплох, кстати. Такой брутальненький, пухленький, сатинированный. Ну, правильно, здесь все часы сатинированы. И полностью нет ничего с зеркальной полировкой. Потому что все-таки выдерживается эта стилистика дайверских часов. Приятно сделан браслет. Но спинакер умеет делать корпуса. Умеет делать браслет. Посмотрите, сатинирование вполне себе приятное. Резкие грани. Здесь все хорошо сделано. Безель матовый. Но безель, давайте будем честны. Безель здесь тоже не под погружение. Здесь безель, он больше под стиль. Красивая очень такая здесь матовая стальная вставка на безеле. Четкий. Уверенный. Хорош. Безель просто прекрасен. И опять же, хочу сказать следующее. Что безель очень такой вот здесь гладенький. Резких никаких переходов нет. Поэтому для носки удобно. Браться перчатками, ну, не самое удобное опять же. Заводная головка крупная, мощная, брутальная. Безель прям очень четко, да, прям подходит к корпусу. Класс. Классно сделали, молодцы. Вес. Давайте вес. Вот что хочется, так это вес посмотреть. На полном браслете. Ваши ставки, господа. 257,7. Ну, не так, чтобы уж страшно, да. 250 грамм на запястье. Я не считаю, что это для мужчины какая-то проблема. Это даже в кайф должно быть. Ну, и что касается циферблата. Да, конечно, с определенных ракурсов он не так и хорошо виден, не так хорошо читается. Но когда вы смотрите на него, вы смотрите не ради этого. Вы смотрите ради этого просто бесконечного объема, который дает это выпуклое, огроменное просто стекло, которое под сантиметр высоты. Дата здесь есть у отметки 3 часа, которая, кстати говоря, неплохо читается. И время, в принципе, считывается неплохо, если вы смотрите, ну, прямо на эти часы, да. Не сбоку где-то, сбоку, конечно, ничего не понятно. А прямо, когда смотрите, время читается отлично. Объемные, выпуклые метки, покрытые люминофором. Стрелки, которые такие здесь, с этим стеклом, они кажутся просто парящими в воздухе. И эффект, конечно, классный. То есть эти часы, знаете, они больше для стиля, они больше для удовольствия, они такого для фана. Вот когда ты хочешь, чтобы они реально привлекали внимание. И твое, и окружающих. И я думаю, что эти часы, конечно, добиваются этого эффекта. Они его дают. Да, можно вспомнить, что, например, та же Invicta выпускала что-то с подобным стеклом и другие микробренды. Но тогда это был китч. А вот Spinnaker сделал в правильных цветах, да, в правильном корпусе. И как-то здесь это все более сдержано. И это как раз-таки часы, которые, наверное, должны были быть вот с таким стеклом. Потому что мы же говорим о том, что это дань тем самым легендарным моделям, которые погружались на дно Марианской впадины. И Spinnaker сделает здесь все правильно. Поэтому, ребята, прям молодцы. От меня вот реально респект. Так, ну смотрите, какая интересная здесь красивая текстура у этого метеоритного циферблата. Это круто. Это выглядит реально вот как неземное что-то. Артефакт, представляете, да, артефакт из Вселенной, из космоса у вас на запястье. Ну и все очень аккуратно сделано. И вот эти вот самые приятные. Смотрите, ай, какой кайф. Я знаю, что есть, кто любит вот это вот все, да, когда искажается циферблат. Есть, кто ненавидит, кто не понимает, но кто любит, вы меня поймите. Посмотрите, как классно сделан безель. А, а, прям пушечка. Очень хорошо. Молодцы, ребята. Ну, Spinnaker давно уже завоевал репутацию производителей качественных часов. Красота. Что сказать по итогам? Да, в принципе, я уже все сказал. Если это ваше, если вы чувствуете эти часы, если вы любите вот такие брутальные, большие, невероятные, вызывающие, если хотите, то вполне стоит присмотреться. Если вот метеорит, может быть, не совсем ваш, можно подобрать что-то попроще без метеорита. Но мне кажется, что вот это сочетание, это прям бомбическое, просто бомбя. Жаль, конечно, что очень маленький объем выпуска, всего 50 штук. Не знаю, сколько там в России. Возможно, только вот эти вот одни. Короче, модель не для всех, но этим она и хороша. У меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. С вами был Дэн.